Да, хорошо. Спасибо большое, что пришли. Погода отвратительная. Подвиг в такую погоду прийти. Это пришли самые стойкие. Вы молодцы. Их ездоползунники. Я теперь даже не знаю, как отработать этот аванс такой мощный. Да, Зоя, конечно, постаралась после нее. Знаете, что вот есть у меня такое отвратительное качество? Почему я никогда не представлял себя в роли преподавателя? Потому что у преподавателя должно быть систематическое или систематизированное мышление. Вот Зоя села, у нее систематизированная программа, она ее выстроила. Я там вот, извините, я сегодня встал в 5 утра, отработал утро на радио, работаю на радио Коммерсант FM в Москве. И приехал сюда. И поэтому я там как бы прилег подремать, но я не мог, потому что Зоя пела, и мне очень нравится, как она поет. Это правда. Это не комплимент и не Алла Верды, а правда, я очень люблю Зою и ее песни. И вот я слышал, и я думал, боже, как грамотно выстроена программа. Так все, меняется настроение, меняются темпы, меняется характер песен. Я думаю, я же ничего не выстроил. Я знаю только первую песню, которую Зоя мне сказала, споешь это. А дальше-то я не знаю. Поэтому, извините, будет эклектично, будет перемешано, и я даже не знаю, как мы из этого выкрутимся. Главное, что будет. И вы как-то подайте знак. А, вот есть часы, часы полшестого. Ага, вот я буду, значит, примерно так ориентироваться. Начнем мы с песни, которую Зоя мне поручила спеть. Это однажды я решил поиграть. Время от времени устраиваются такие поэтические развлечения. И я взял, берешь какую-то известную песню, выворачиваешь ее наизнанку, переворачиваешь. Ну и так получилось, что это была песня «Любви моей, ты боялся зря». И так я сильно люблю это. Я попытался взглянуть на это с точки зрения мужчины. Я написал этот текст и забыл про него вообще. И вот как-то в очередной раз, собираясь в Обнинск, я долистал свои бумажки. И вдруг наткнулся на это. И думаю, о, надо спеть. Для прикола. Я спел. Вадим благополучно это выложил в интернет. А люди начали всерьез обсуждать. Это самое просматриваемое. Я вместе набрала 25 тысяч просмотров. И люди всерьез пишут. Они до сих пор комментируют. Что за козел это вообще? Кто это на сцене? Ну, песня вроде ничего, но исполнение отвратительное. Голос мерзкий. Нет, там есть эти слова. Я с удовольствием это читал. Впервые в своей жизни. Это зависит. Нет, я всегда страдаю, когда про меня плохо говорят. Я всегда мучаюсь. И я думаю, вот, блин. Наконец-то меня раскусили и поняли, кто я на самом деле. А здесь я читал и просто с каждым новым комментарием расцветал и радовался. Я не знаю, почему. Потому что... Там еще женщины. Вот они мужчины-то. Вот они на самом деле какие. На самом деле, я вчера сел, перечитал этот текст, и я понял, что на самом деле это получилось. Я пытался поиграть, а получилось довольно искренне. По крайней мере, для меня. Я откопал эту в глубине, в этих вот наборе слов, я откопал. И я вспомнил, что у меня были такие ситуации в юности, когда мне очень нравилась какая-то девушка. Но она была настолько, мне казалось, недоступной и такой королевой, что я на всякий случай влюблялся в кого-нибудь, в какую-нибудь другую. Попрощение. Да, потому что вот эту красотку или вот эту умницу, я боялся, что она мне откажет. И мне было это как-то вот не очень. А с вот этой девочкой попроще, будет нормально. И вот это, оказывается... Куда они задумываются. Да, вот это вот меня преследовало. И вот таким образом... В общем, короче, вот эта песня, чтобы мы с ней уже закончили. И начался... Выкладывайте её ещё раз, хорошо? Хорошо, это мы для себя. На-да-да, на-я-дан, на-ра-да-да, на-ра-да-да-да, на-ра-да-да-да. Я не боялся твоей любви, я долго её искал. Отблеск её на равнинах ловил, высматривал между скал. Много скитался, не пил, не ел Ты где-то меня в это время ждала Еще никогда я так не хотел Собственного угла Не боялся я ни любви твоей Ни рек, ни пустынь, ни чащ А как настало время дождей Вспомнил про старый плащ Он в старой таверне висел давно И я однажды вернулся за ним И долго кто-то смотрел в окно Как шел я ветром гоним Я так мечтал о твоей любви О том, как мы заживем О том, как нас небо благословит Как вместе построим дом Но вспоминал иногда чей-то плач И я торопливый и мрачный гость Прежде чем снять и повесить плащ В стену вбиваю гвоздь Любви твоей не боялся я Просто такой зигзаг Мне не хотелось найти тебя Было неплохо и так Легка и пуста моя голова Мечты о любви меня дальше несут А впрочем, наверное, ты права Боялась и в эту суть Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Спасибо.